Деревня Птичкино в Суворовском парке, инсталляция на Зелёном острове и не только. В рамках проекта «Молодёжь территориям Приморья» свои идеи выдвинули пол сотни участников со всех муниципалитетов края. Уссурийская организация Российского союза молодёжи выиграла половину из десяти президентских грантов. Мы просто исходили из логики, что нам важны не сами объекты городской среды, нам важны та молодёжь, которую нужно развивать, потому что смысл данного проекта «Молодёжь территориям Приморья» это научить молодёжь делать что-то самостоятельно. В городском парке появится и медведица Масяня, разве что из картона. Скульптура будет изготовлена в стиле пепперкрафт, который также угловат, как оригами. Эти жанры часто путают, но японское искусство отличается целостностью фигур, без разрезов, в то время как аналог состоит из множества частей. Вот ребята и выстригают детали, которые склеят воедино. Потом картонные изделия зальют в пластмасс. Памятник медведице поставят возле зоопарка, куда в 2015-м перевезли животных, всех кроме Масяни. Мы реализовываем проект в рамках поддержки погибшего медведя при первом наводнении у нас в Уссирийске. В Суворовском парке можно уже увидеть почти 30 кормушек, которые смастерили волонтёры и разукрасили школьники 29-й гимназии. Место для лесной столовой выбрано по ряду причин. Сквер по улице Лермонтова особо не тронут человеком, да и неплохая площадка для фотосетов. Удачный кадр можно подобрать теперь и на зелёнке, где разрисовали три лестничных пролёта. Цельный рисунок образуется, когда смотришь на него под определённым углом. На улице Калинина, 32 стоит ящик с пожеланиями. Уссурийцы могут забросить туда записки с любыми просьбами, предложениями и идеями, которые посильно реализовать. А на торце 46-го дома по улице Пушкина теперь изображены часы. Как и в картине Сальвадора Дали, тут время утекает, но если и надо заполнить каждую секунду, то чем-нибудь хорошим. Я просто придумала название, что это будут счастливые часы, так как многие люди не замечают, куда мы спешим, бежим, не замечают элементарных вещей, когда дети достигают каких-то целей, и никто за это не хвалит. Волонтёры навестили и детский реабилитационный центр «Новат-шоссе». Активисты устроили развлекательную программу с играми и подарками. Главным сюрпризом от добровольцев стала доска добра, на которой мальчишки и девчонки будут рисовать, а посетители центра смогут оставить на ней свои пожелания. Городская организация Российского союза молодёжи выполнила все задачи на сентябрь. Президентские гранты разыгрываются и на октябрь, поэтому уссурийцы, возможно, увидят ещё ряд творений от наших активистов. Илья Аманатов, Антон Войцеховский, Сергей Флоренцев, Телемикс.